Редактор субтитров А.Семкин О явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. После некоторого перерыва мы вернулись с вами пока что ещё только в таком онлайн-режиме в студию. И сегодня я бы хотел поговорить с вами на примере одного конкретного случая из, скажем, этой недели, связанной с дискриминацией на рабочем рынке. Я хотел бы поговорить с вами на тему, может быть, более широкую и более абстрактную, о том, каким образом и почему национализм, радикальный национализм правого толка, опасен для развития латвийского общества, почему он вреден, почему национализм останавливает развитие нашего общества, создаёт почву для ксенофобии, насилия, неприятия другого и, конечно же, языка вражды в интернете. Но начать я бы хотел нашу сегодняшнюю дискуссию с вами с конкретного случая, который зафиксирован также и в Дельфе. Это рассказ Криста Сырснина, отца девочки, который хотел устроиться работать на, скажем, в качестве помощника воспитателя в детский сад. И он, будучи 31-летним опытным отцом, он хотел попробовать, скажем, приложить свои знания, свои усилия, свои таланты, помогая воспитателям в детском саду. Но ему было отказано в рабочем месте на основании того, что, как считала директор детского сада, родители не примут такую кандидатуру, потому что он мужчина, а не женщина. И у родителей, возможно, может быть неприязнь к выбору подобного воспитателя. И я думаю, что нам об этом стоит с вами поговорить сегодня, как о конкретном примере того, почему латвийское общество, я вынужден, к сожалению, использовать это понятие, столь провинциально. Да, это мое общество, это моя страна, и моя страна провинциальна. Моя страна в начале 90-х годов в рамках того геополитического изменения, которое происходило, скажем, на разломе истории начала 90-х, по сути дела, исчезновение двух конкретных геополитических лагерей, исчезновение железного занавеса, распространение культуры, демократии и прав человека, это общество вырвалось из Советского Союза, как из тюрьмы народов, вырвалось из тоталитарного прошлого, которое так или иначе угасало, и благодаря Горбачеву все-таки не распалось на какие-либо военные, скажем, и междоусобные конфликты, на вражду и ненависть, а все-таки довольно тихо умерло и ушло в прошлое. В рамках подобных изменений латвийское общество вроде бы стало двигаться по направлению к западноевропейской демократической культуре. Культура, это, как мы помним из целого ряда наших бесед, довольно сложная, противоречивая, непонятная, нередко вызывает довольно негативные впечатления у людей, которые сами же пользуются демократией для того, чтобы выразить критику демократии. Я нередко упоминал в наших программах, что хотя целый ряд вещей в либеральной демократии нужно подвергать критике, суровой критике и постоянной критике, именно демократия позволяет саму культуру критики. Мы видим, что вокруг европейского сообщества постепенно создается определенный, скажем, такой пояс или кордон авторитарных и тоталитарных государств. Мы не берем сейчас бывшие Южные Республики Советского Союза, это, по сути дела, во многом, если мы говорим о структурах общества, полуфеодальные демократические государства, о них не стоит на данный момент говорить. Но мы видим, что и совсем недалеко от нас, недалеко от границы европейского сообщества, например, Белоруссия и Россия, это авторитарные государства, которые стремительно сокращают правовое пространство. Так вот, в обстоятельствах 90-х годов нам еще даже не снилось то, что мы можем вернуться обратно к такому дежавю, когда возникают старые образы генеральных секретарей, например, нынешнего Путина, который, видимо, до своей физической смерти будет приседательствовать в Кремле, пока будет в состоянии передвигаться. Или довольно смешной и в то же время кровавый, нелепый клоун, диктатор Лукашенко, по сути дела, человек, который держит всю свою страну в тюрьме, подвергая людей физическому и душевному, эмоциональному насилию. Я думаю, что необходимо называть вещи своими именами, вокруг нас целый ряд диктатур. Даже в странах Западной Европы мы видим, что большая часть европейских стран, к сожалению, сейчас тоже болеет, болеет именно право радикальным толком. Мы видим это в Испании, мы видим это в Финляндии, радикальные партии в Голландии, альтернатива для Германии, в стране, у которой есть очень травматический, чудовищный опыт диктатуры, в этой стране, в рамках демократии, в парламенте теперь присутствует радикальная партия, альтернатива для Германии. Партия, которая во многом связана с ксенофобией, с расизмом и целым рядом других негативных явлений. Так вот, все это реалии наших дней, реалии сегодня. Это происходит здесь и сейчас. И может быть даже кто-то из наших родственников и знакомых был не раз арестован в Москве или в Петербурге. Может быть их припроводили в камеры и неизвестно, что с ними происходило и происходит. Я должен поделиться с вами одним эмоциональным опытом, который был у меня три года назад, и который связан во многом как раз с нашей сегодняшней темой, с темой провинциальности латвийского общества и государства. А я имею в виду в этом смысле политической элиты. Речь идет о том, что несколько лет назад, часто бывая в Петербурге, конечно же еще до пандемии, я увлекся современной российской поэзией, городской поэзией, поэзией, скажем, урбанистического пространства, в котором нередко описывается и политическая культура современной России, образ Путина как вечного диктатора, который пропитывает своей злобой к будущему и к демократии, злобой к свободе, по сути дела, весь воздух современной российской реальности. Так вот, этот диктатор во многом в поэтических текстах является и смешной фигурой, или фигурой, которая, скажем, по меньшей мере дурно пахнет из сгнившего прошлого, а он как раз оттуда. И во многом эти, скажем, образы, аллегорические образы, связанные, конечно же, и с реальностью создания этих текстов. Так вот, в одном из старейших альтернативных клубов Петербурга, «Фишфабрик», в самом центре города, происходил как бы двухчастный поэтический вечер, и в заключении первой части вечера перед условным антрактом, когда люди могли выйти немножко на улицу, покурить, может быть, заказать кофе и так далее, и к нам обратился один из учредителей этого поэтического вечера и сказал, что, если возможно, при выходе из клуба есть, условно говоря, корзинка, в которой можно бросать деньги, пожертвования. И потом я узнал на что. Пожертвования для тех молодых поэтов, которые, протестуя против диктатуры в России, читали публично свои стихи, которые высмеивали современного российского диктатора, и за это они были арестованы и находятся в камерах предварительного заключения, тем самым, по сути дела, полностью в лапах этого режима, и деньги собираясь на то, чтобы подкупить врачей тюремных для того, чтобы они все-таки дали этим молодым людям необходимые лекарства, например, инсулин, если у человека сахарный диабет или какие-то другие лекарства. Это цитата. Это не моя выдумка, это то, что я услышал три года назад в этом маленьком альтернативном клубе, где молодые люди, как в 60-е годы, может быть, следуя каким-то примерам оттепеля, поднимались на сцену и читали либо заранее подготовленные тексты, либо тексты, которые они импровизировали, например, на ту же тему диктатора Путина. И в тот момент все очарование первой части этого поэтического спектакля исчезло, разрушилось, испарилось, потому что я понял, что я сижу в 2018 году в Петербурге, я турист, я все равно смотрю на это общество со стороны, я все равно никогда его до конца не узнаю. Там никогда не будет тех людей, которые навсегда мне станут близкими, я никогда не смогу проникнуть в это общество, потому что не буду жить там. Но сейчас, в тот момент, когда я сижу там, это не 1937 год, это не фильм о диктатурах в Латинской Америке, это реальность о диктатуре в России. И на самом деле, со всеми данные европейское сообщество, которое дополнило целый ряд санкций против России, четко и ясно подчеркнуло то, что Россия — это страна, которая стремительно движется к авторитарной политической культуре. Так вот, в тот момент я понял, что страх этот и ужас того, что происходит с этими молодыми людьми, он не театральный, он не бутафорский, он не выдуманный, это не пропаганда. Я услышал это от ребят, которым абсолютно нет необходимости каким-то образом выставлять себя в качестве жертв для иностранных журналистов. Я был для них просто приятелем. И никакого влияния у меня на эту ситуацию, естественно, не было. Такова была реальность, о которой я узнал. Так вот, возвращаясь к нашему обществу, в нашем обществе мы живем в обстоятельствах хромающей демократии или демократии, которая, ну, возможно, в такой начальной стадии туберкулеза. То есть наш климат политический, именно политический климат, потому что у нас великолепная природа, у нас дивные пейзажи, мы обожаем нашу страну, и даже в видеоклипах Латвийского института мы видим, насколько это очаровательная, нетронутая природа. Нам, в смысле, тем, кто заказывает и стоит эти клипы, очень нравится видеть в нашей стране своеобразный поэтический, литературный и музыкальный, а также танцевальный заповедник. Но реальность совсем другая. Мне кажется, реальность состоит как раз в том, что наша чихающая и кашляющая демократия, а это прежде всего демократия, в которой существует разрозненное, этнически разрозненное общество. У нас нет общего общества. У нас есть по этническому признаку разбитые, полные трещин сообщества, которые часто не слышат друг друга. В нашей программе здесь не было бы никакого смысла, если бы в нашем обществе существовала политическая воля к объединению нашего общества как раз в рамках... И вот здесь задается большой вопрос. В рамках чего? Об этом я бы хотел поговорить в оставшееся время нашей сегодняшней программы. Мы не будем скрывать, конечно же, что понятно, во многом латвийская интеграционная политика связана как раз с опытом переживания коллективной травмы 20-го столетия. Травмы, которая все еще в общем политическом дискурсе и в медийном содержании считается уникальным и, скажем, эксклюзивным, я не знаю, может быть, стоит выразиться, не то чтобы имуществом, а опытом и переживанием латышского народа, латышской нации. Как правило, в публичном пространстве это не является трагедией Латвии, это является трагедией латышей, живущих в Латвии. К сожалению, мы знаем, что в латвийском обществе, где гражданское общество развито довольно слабо, именно гражданское надэтническое общество, да, у нас есть несколько довольно ярких правозащитников, людей, которые призывают общество не спать, критически думать, они являются своеобразной коллективной совестью. Их немного, их становится все меньше. У нас есть определенные локальные инициативы, но, к сожалению, я должен сказать, что латышская интеллектуальная элита как бы спрятала свою голову в песок именно от того, что латвийское общество на данный момент страдает от нехватки демократической культуры, от нехватки культуры несогласия, культуры критики, культуры, которую можно выразить формой «подождите, подождите, а может быть, стоит подумать и по-другому, может быть, у какой-то конкретной ситуации есть еще несколько решений». Именно культура плюрализма и, может быть, даже культура сомнения. Я бы даже сказал, что культура сомнения важнее, скажем, конкретного решения конкретной ситуации. Сомневаться, переспрашивать, пытаться подумать об альтернативных решениях — это очень важно. Это важно для того, чтобы сохранить именно демократическую атмосферу в обществе, сохранить, условно говоря, качество воздуха. Потому что демократия — ведь это тоже своеобразное качество жизни и общества, в котором мы живем, и политический воздух, в котором мы дышим. Именно поэтому мне остро не хватает. И не мне только. Я думаю, что это не мой каприз. Я думаю, что многим из нас порой кажется, что мы стремительно провинциализируемся. Мы становимся такими задворками политической Европы. Да, мы, с одной стороны, экономически, культурно, исторически находимся прямо на самом перекрестке разных культур. Об этом, опять же, создатели видеоклипов и учредители парадных версий латвийского образа всегда упоминают. И в проспектах, брошюрах и открытках, выступлениях президентов во время высоких визитов мы всегда слышим речи о том, что это уникальное место, где встречаются разные культуры. Мы всегда были в эпицентре различных исторических событий европейского культурного пространства. Но этого мало. Этого мало. Мало потому, что всё это прошлое, и опять же, немножечко отдаёт этнографии. Или такой занимательной истории для туристов. То, что мы сами до сих пор не решили, это именно разрозненность латвийского общества и невозможность на данный момент говорить о, скажем, хотя бы на уровне проекта, на уровне процесса, о создаваемой политической нации. А политическая нация, я не буду сейчас цитировать конкретных авторов, не за этим мы с вами сегодня встретились, но создавая своеобразную выжимку из того, что мне удалось посмотреть у умных людей и заглянуть в их книги, мы говорим о том, что политическая нация — это куда больше, это шире и сложнее, чем нация, которая базируется на этнической культуре большинства. И целый ряд немецких философов, ну и британских исследователей национализма каким-то образом пытались все-таки показать, что политическая нация не может долгосрочно, длительно и основательно строиться только на этническом культурном наследии большинства конкретного общества. Что демократия шире, глубже и, возможно, более способна включить разнообразие, которые реально существуют в латвийском обществе, чем этническая составляющая. Именно поэтому тот случай, о котором я сегодня вам говорил, о так и несостоявшейся работе помощника воспитателя детского сада, только потому что он мужчина, и что у родителей это вызвало бы негативные впечатления, как ни странно, это тоже связано с политической культурой, потому что, во-первых, это, конечно же, факт дискриминации на рабочем рынке, и я очень надеюсь, что наш омбудсмен все-таки сможет заняться этой темой, хотя, насколько у меня есть впечатление от его работы, это, конечно же, субъективное мнение, ему больше нравятся такие рассказы в стиле Диккенса о заботе, скажем, о пожилых людях перед Рождеством. Поэтому я, к сожалению, не вижу особенной, скажем, эффективности его работы, например, в области признания и реального равноправия, например, сексуальных меньшинств, скажем, межрелигиозного диалога и так далее, и так далее. Целый ряд дискриминаций как раз под так называемым щекотливым темом для латвийского общества и есть, по моему мнению, сигнал, индикатор нашего провинциализма. На самом деле, я считаю, это очень провинциально, если мы сравним это с Германией, со Швецией, с Финляндией, когда мужчине, отцу, ребенка, который никоим образом никогда не был замечен ни в каких, скажем, противоправных действиях против детей, так или иначе, фантазии директора детского сада, которая, может быть, даже фантазирует образ родителей, отказывается в рабочем месте, человек, который сейчас без работы, но умеет и может помогать, ухаживать за детьми, а это очень сложная работа. Он во многом сейчас лишается возможности работать, зарабатывать деньги и, собственно говоря, участвовать в этом обществе хотя бы как налогоплательщик. И в то же время мы не говорим уже о элементах, которые связаны с тем, что, по сути дела, человек этот сейчас несчастлив, он потерял возможность работать, у него было желание, он не нужен этому обществу, только потому что директор детского сада решила, что он подозрительный и опасный и как бы чего не вышло. Иными словами, общество, пропитанное ксенофобией, страхами, оно молюет черта на стене уже задолго до того, как черт появляется, и он вообще не появится. Поэтому, к тому же, я очень рад с другой стороны, что в интервью, которое я прочел в Дельфе, где собиралась информация о других, скажем, конкретных детских садов и дошкольных учреждениях, директора этих учреждений куда более, скажем, прогрессивны, чем неизвестный мне директор. Они сказали, что, во-первых, очень важно, чтобы были разные, скажем, разнополые сотрудники детских садов, потому что и женщина, и мужчина – это часть реальности ребенка, которую нужно узнавать. Во-вторых, это, конечно же, и я рад, что многие руководители считают, что это дискриминация, и я думаю, что это, конечно же, в случае для, скажем, правоохранительных органов, если сам человек пожелает, скажем, оформить эту жалобу, однако, судя по материалам, он скорее смирится с этим. Но меня задело именно то, что общество наше лишает кого-то из нас возможности помогать и стать частью этого общества, потому что у нас есть непонятно кем, скажем, сохраняемые страхи, страхи, которые развивают именно, скажем, националистический дискурс. Ведь национализм построен во многом в своей современной праворадикальной версии на исключении, на маргинализации, на стигматизации, на целом ряде вещей, которые связаны с отрицанием самоценности другого. И мы видим, что если общество участвует в этом национализме, участвует в националистической идеологии и готово слушать таких радикальных политиков, которых полным-полно у нас в Сейме, я в очередной раз должен сказать, что, по моему мнению, радикальные право, скажем, радикальной организацией права толка является национальное объединение, но мы видим, что в выступлениях этих депутатов есть целый ряд конкретных примеров разжигания межэтнической, межкультурной розни, языка вражды, языка ненависти. И в латвийском обществе, по моему мнению, существует актуальнейшая проблема. Полная ненаказуемость политиков за разжигание розни, ксенофобии, гомофобии, исламофобии и целого ряда других фобий, античагонизма, антисемитизма и так далее, и так далее. Мы видим, что в нашем Сейме еще один созыв назад была катастрофа и ужаса того, что люди, участники, скажем, церемонии конкретного, скажем, политического ритуала, когда давал осклятво верности как у будущих депутатов и произносилось это на латгайском языке, то была уже катастрофа и невозможность принять даже, что называется, подобное культурное различие и многообразие. Что получается? Мы слушаем и слушаемся политиков, которые основывают свой политический успех на ненависти, на злобе, на темном. Да, я думаю, что право-радикальный дискурс тоже использует тему добра и зла, темноты и света, но на самом деле мы видим, что они унижают, уничтожают и подделывают эти понятия. Потому что если человек готов быть частью этого общества и помогать в очень тяжёлом труде воспитателям, наверняка за очень-очень скромную зарплату, человека этого лишают, этой возможности, но в устах и в сознании директора этого учебного заведения, детского сада, и родителей, которых она конструировала и выдумала, даже не спросив и не решив эту ситуацию, в их сознаниях говорит как раз право-радикальный дискурс ненависти, страха, потому что мы уже заранее приписываем человек только потому, что он мужчина и будет работать в детском саду или хотел работать в детском саду, мы уже приписываем ему наши самые тёмные страхи, опасения и какие-то фантазии. Даже в советское время, которое было полным-полно ксенофобии по отношению к целому ряду групп, был забавный детский фильм «Усатое няня» и ни у кого не вызвало никаких опасений то, что, собственно говоря, молодой человек может работать с детьми. И я думаю, что, скорее всего, несмотря на то, что, конечно же, есть целый ряд страшнейших преступлений против детской души и тела, и педофилия является преступлением и должна караться по закону, но она в какой-то степени сидит в наших головах даже там, где её просто нет. Почему это происходит? Это происходит как раз потому, что наши политики, право радикального толка, но, надо сказать, к сожалению, этим отличаются почти весь наш Сейм, они безнаказанно распространяют инфекцию ненависти. Они являются пандемией, которая преследует нас уже не полтора года или не год, а десятилетиями, потому что они отравляют наше сознание, деля нас по этническому, религиозному, социальному, культурному, гендерному признаку. Они во многом прикрываясь такими ценностями, как традиционные ценности семьи, религиозной, скажем, культурой, религиозными традициями Библии и так далее, и так далее, они превращают и Библию, и конфессии, и социальные темы в источник ненависти и злобы. Национализм — это в какой-то степени, как мне кажется, моральная, этическая и интеллектуальная гигиена или её отсутствие. Скорее всего, это именно её отсутствие, потому что националисты — это те, кто, в принципе, манипулирует нашими страхами, а страхи у нас есть, и они имеют право быть. Да, у нас есть страх, скажем, по поводу того, что произойдёт с моим ребёнком, когда я отдаю его в детский сад. У меня может быть страх целого ряда, скажем, целый ряд других страхов, страхи другого толка, связанные с тем, кто я в этом сложном, постоянно меняющемся мире. А ведь мир меняется действительно радикально и быстро. Поэтому присутствие страха есть часть реальности. Отрицать его было бы глупо, невежественно и опасно, потому что тогда этими страхами будет питаться кто-то другой. И мы видим правых радикалов в Америке, безумный Трамп с республиканцами, а также целый ряд других праворадикальных партий в разных странах Европы. Мы видим, что, да, это хороший капитал для того, чтобы создавать теории заговоров о 5G-интернете, о Билли Гейте, о прививках, о чипировании, о прочей чепухе. Я уже говорил об этом в разных форматах и в разных историях. Мы в какой-то степени возвращаемся в период до просвещения, потому что верим, находясь в такой темной комнате страхов, в собственную неспособность что-либо поменять. Один интересный автор совсем недавно в статье о апокалиптическом сознании упомянул следующее понятие принципиальная нечитаемость современной реальности. Нечитаемость в какой-то степени подразумевает, во-первых, то, что у нас может быть потерян алфавит, старый, добрый, понятный всем алфавит реальности, который складывался в слога, в слова, в предложения. В результате мы понимали, что происходит вокруг, и мы понимаем все меньше и меньше. А целый ряд очень стабильных, никогда не, скажем, подвергаемых сомнению тем культурных практик и опыта, гендера, тела, социальных ролей, брака и так далее, и так далее, стал расширяться, меняться буквально у нас на глазах. И не стоит никого обвинять в том, что мы не поспеваем за этой скоростью. Мы не поспеваем во многом, потому что институты прав человека, они те, кто ведут нас за собой, а нам нужно поспевать. А вокруг нас все совсем меняется. И мы не будем это редуцировать ни на Стамбульскую конвенцию, ни на какие другие моменты, но, допустим, все то, чему учили нас, может быть, даже в последние годы Советского Союза, довольно долго остается в наших сознаниях, передается, скажем, в семьях и наследуется нами. Сейчас мы видим, конечно же, ренессанс якобы правильных ценностей диктатора в современной России, который пропитан гомофобией и целым рядом других страхов. Но мы видим, что все это приводит, по сути дела, к разрушению конкретной судьбы, конкретной личности человека. Так и не будет работать этот человек помощником воспитателя. Может быть, он уйдет в депрессию. Каким образом повлияет это на его ребенка в семье, и на его супружескую жизнь, на качество его жизни, на его надежды, на его будущее мы не знаем. Но так или иначе, в обществе, где все пропитано ненавистью и подозрительностью, много людей несчастливы. И они несчастливы именно потому, что эти люди не могут найти свое место в латвийском обществе, общество, которое застряло в межэтнических рознях, распрях, в перекрикивании, по сути дела, увеличивая все больше и больше или расширяя пространство для политической и интеллектуальной коррупции, да, конечно же, и для материальной, где коррумпированные политики скорее становятся героями нашего времени, считаются успешными предпринимателями, идут в политику, сидят в Рижской думе или в парламенте. И безнаказанно с трибуны латвийского сейма распространяют даже ту лексику, которая очень близка к неонацистской лексике. Таким образом, я должен, к сожалению, признать, что история несостоявшегося помощника-воспитателя — это история всех нас. Это история, в которой мы видим, что в националистически пропитанном ненависти обществе мы не можем реализовать себя. В этом обществе будет много несчастных людей, людей, которые отчаются, может быть, сопьются, может быть, совершат самоубийство, может быть, просто покинут эту страну в лучшем случае. А было бы здорово, если бы мы все-таки вспомнили, что в конце 80-х годов многие из нас — не я, ибо я тогда был тинейджером, рисковали своим будущим, но они выходили на улицы, думали по-другому, сомневались, переспрашивали и меняли это общество. Мы хотели пойти в сторону демократии западноевропейской культуры, культуры свободы и принятия другого, но мы где-то споткнулись. И теперь, в какой-то степени, у меня есть ощущение, что мы застряли в вечном круговороте прошлого, от прошлого, которое происходит на фоне этнографического культурного наследия, которое является прекрасным рассказом о нашем прошлом, но оно мало может поведать нам о будущем. Именно поэтому я хотел бы надеяться, что мы с вами продолжим в рамках этой программы, если такова будет вам интересна и нужна, дискуссии о том, что нас ожидает в будущем и почему мы сейчас застряли в провинциальном прошлом. На этом я хотел бы поблагодарить коллег за техническое обеспечение нашего эфира и редакцию за возможность продолжать наши беседы. Хотел бы пожелать вам всего сердца приятных выходных, а также возможности думать, переспрашивать и сомневаться, потому что нечитаемость реальности означает, что пришло время для нового алфавита, и нам его нужно создавать заново. Учиться читать тяжело, но, как я помню, с детства очень интересно. Спасибо и до следующих встреч. До свидания.